Многим начинающим цветоводам знакомы сильно заросшие сорняками участки. Бывает не хватает ни рук, ни времени, а так хочется, чтобы все цвело до благоухала. А выход есть, и это отнюдь не гербициды, а прекрасные цветы, которые вытеснят сорняки. Однако некоторые из этих растений достаточно агрессивны, поэтому место им за забором, да еще и с фундаментом, да еще и глухим, чтобы семена не распространялись, когда такой найнежнейший цветочек, как нарцисс, заглушил у меня все злостные многолетние сорняки. Нарциссы очень быстро разрастаются, особенно такие более простенькие сорта. И в отличие от тюльпанов, их можно не выкапывать вообще. У нас на одном месте нарциссы растут уже более 10 лет. Но опять же повторюсь, это сорт такой самый простенький, с маленьким венчиком, но его цветочки такие милые и мне напоминают орхидеи. Зато листва у этого простенького нарцисса такая густая, высокая, очень долго сохраняющая свою декоративность уже даже после отцветания нарциссов. Такие букетики зелененькие пучки стоят. Эти нарциссы за долгие годы абсолютно не потеряли своей декоративности, а их разросшиеся гнезда из луковиц заполнили все пространство. Пустила их двумя лентами, а между ними посадила флокс шиловидный. Вот и все. И никаких прополок. Так как эти растения цветут весной, чтобы получить постоянный каскад цветения, я рассыпаю горсточку космея. Космос с его разнообразием окраски и продолжительнейшим цветением радует глаз и наш, и наших соседей. Опять же, развеялась имена космоса один всего лишь раз, а результат получаю многие годы. Ведь ежегодно он возрождается из самосева и абсолютно не зависит ни от каких погодных условий. И в засушливые сезоны, и в дождливые, когда все гниет, вымокает, этот цветок растет и цветет. Когда смотрю на него, почему-то сразу представляют цветущие луга, просторы. Если наш забор с северной стороны, тем более глухой, то есть лучик света с трудом проникает, тогда садим ландыши. В конце августа-начале сентября можно аккуратно, лучше вилами, откопать корни ландышей и рассадить. Ландыш обладатель не только восхитительных ароматных цветочков, а и мочковатых многочисленных корней, которые задавят кого угодно. Ландыш быстро размножается благодаря горизонтальному ползучему корневищу. Какая же весна без аромата ландыша? Тем более растение занесено в Красную книгу. Ландыш очень вынослив. Не только тень выдерживает, а и даже сильное замокание. Но имейте в виду, что избавиться от ландыша очень будет непросто. Поэтому, если уж посадили, то это практически навсегда. Также в тени будет хорошо себя чувствовать и мелиса. Быстро разрастается, образуя компактные кустики с очень красивой салатного цвета листвой. Вот вместе с ландышем ее можно тоже посадить. Ой, ну представьте, какой микс ароматов будет! Да еще и листочки можно будет использовать весь сезон, как пряность, засушить на зиму. Чайки с мелисой очень вкусные, с ярким лимонным запахом. Да еще и нервы успокаивает. Но, возможно, у нас другая ситуация. Южная часть забора или западный забор, который во второй половине дня очень нагревается. Это отличнейшее место, чтобы посадить композицию из неприходливых, угнетающих сорняки пряных растений. Садим чистец шерстистый или овечьи ушки. Данный вид растений имеет очень мощную корневую систему. Высота его в среднем составляет около 20 сантиметров, а с цветоносами достигает до 60 сантиметров. И период цветения длится с мая до сентября. Хотя я лично всегда обрезаю цветоносы, но они мне кажутся не очень декоративными. Еще в стадии бутонизации. Это позволяет не распадаться к кусту. И тогда взрослые растения образуют такие сплошные, непробиваемые, ни для каких сорняков, пушистые серые коврики. Обязательно садим лаванду. Взрослые кусты лаванды у нас достигают, правда, на плодородной почве, в диаметре до полутора метров. И под ними уже ничего не растет. Лаванда красивая, лечебная, ароматная, но ей нужно обязательно солнышко. Тогда будет расти вообще без ухода. В свое время прямо среди пырья посадили шалфей и исоп. И года через три это были такие громадные кусты по полметра диаметром. Это и лекарственные, и декоративные растения. Продолжительно цветут, привлекают много пчел. Подойдешь, разотрешь, вот листочки между пальчиками, и такой пряный аромат. Исоп одна из самых лучших пряностей наших умеренных широт для пищеварения. Вот за летний сезон практически ежедневно его используем. А для полноты композиции и ароматов посадите еще декоративные формы тысячелисника. Например, желтая разновидность, где-то вот в три раза выше обычного, да и корзиночки цветов, тоже в два с половиной, три раза больше. Эти солнечные корзинки очень любят посещать бабочки. Рос у нас тысячелисник и с бордовой расцветкой, но он раза в два ниже, чем желтый, но не такой декоративный. Для солнечного места, даже такого изнурительно солнечного, отлично подойдут и ирисы. Но я вам порекомендую невысокие ирисы, особенно новых сортов. Они капризны, они не заглушат сорняки, они скорее всего выгнеют. Карликовые ирисы тоже не подойдут. Года через 3-4 все-таки их надо омолаживать, потому что они тоже будут вырождаться. А вот бордюрные ирисы самое оно. У нас они растут даже под северным забором. И замечательность себя чувствует уже лет 8. Вот заглядываю только к ним, когда они зацветают, тогда вспоминаю о них. Но кто не видел, когда ехал по трассе через села, целые куртины цветущих, простеньких бордюрных ирисов. Красота ведь глаз не оторвать. Их толстые кожистые листья, в отличие от высоких бородатых, остаются декоративными весь сезон и не пропускают никаких сорняков. Еще как вариант, хочу предложить вам многолетник, который завоевал популярность во всем мире, как один из самых идеальных и универсальных. Это лилейник. Конечно, речь идет не о навороченных сортах, а о неприхотливых. Тех, которые образуют мощные кусты высотой до 1 метра, широко разрастаются и забивают соседние растения. Лилейники мало подвержены вредителям и болезням, они продолжительно и очень красиво цветут. Главное, чтобы корневая шейка не должна быть сильно заглублена. И хорошо бы сочетать в одном цветнике лилейники разных сортов цветения. Пока кустики еще маленькие, хорошо бы сбрасывать всевозможную мульчу между лилейниками или накрыть сорняки кусками плотного картона. Красивейший цветок пион. Это еще и очень устойчивое и мощное растение. Корни могут достигать глубины 90 сантиметров. Густо посаженная лента из простых, розовых, самых распространенных, популярных пионов прекрасно заглушает сорняки за забором. Всегда поражаясь пышностью и в то же время неприхотливостью этого цветка. Пионы травянистые выдерживают и сам цепек, и даже сильное затенение. У нас, например, розовый пион ежегодно цветет под старым большим орехом. Но все же именно восточная сторона для них будет лучшим местом. Очень хорошо вдобавок к пионам посадить и люпин. Люпин выносливое корневичное растение, разрастается мощным кустом. Если влаги для него будет достаточно, то он может достигнуть полутора метров. Конечно, речь идет о многолетнем люпине. Сейчас есть очень красивые сорта люпинов. Высокие цветоносы гордо несут кистевидные соцветия разнообразных окрасок. Да и резные, кругленькие листочки хороши, всегда повернуты к солнышку. Величественное, красивейшее растение, да еще и очень полезное, улучшающее структуру и плодородие почвы. К тому же, корни люпина содержат алкалоиды и сдерживают размножение подземных вредителей. И сам будет расширяться благодаря самоселу. Если же сорняки образовали уже толстую дернину из корней, тогда придется перейти к тяжелой артиллерии. А к тяжелой артиллерии я отношу прежде всего золотарник канадский. Это растение ведет себя крайне агрессивно, вытесняя все растения вокруг. Образует сплошные заросли, но с ним достаточно хорошо бороться в культурных условиях, так как корневища легко вырываются, они похожи на корневища флокса. Золотарник размножается не только корневой порослью, а и семенами, летающими, с хохолком. Поэтому садить его все-таки надо за достаточно высоким глухим забором. Золотарник это еще и дивное лекарственное растение. Кстати, он и сейчас признан официальной медициной многих стран мира. Именно из него делается знаменитый монопрепарат цистум соледага для почек. Также он входит в состав многих комплексных препаратов. Есть более красивая культуренная форма золотарника канадского. Она мне напоминает такую громадную мимозу с пушистыми желтыми шариками. К тяжелой артиллерии я отношу и все виды многолетней рудбекии. Цветы рудбекии в зависимости от сорта имеют множество оттенков желтого и оранжевого. Лучше всего она чувствует себя на санцепелке. Хотя рудбекия супер неприхотлива, она внесет необыкновенно яркие краски в любой пейзаж. Рудбекия дает обильнейшую поросль, и тут уж сорнякам не сдобровать. Цветов солнышек очень-очень много, растение высокое, видное, высотой от 70 сантиметров и выше. Этот удивительный по своей красоте цветок привезен в Европу переселенцами Северной Америки. Переселенцы были очарованы этим цветком, называли ее черноглазой сюзанной. К слову, рудбекия сейчас символ одного из американских штатов. Ее часто называют в зависимости от формы золотым шаром, солнечной шляпкой, узкие, а иногда более широкие лепестки рудбекия. Они всегда скромно отгибаются вниз и открывают на всеобщее обозрение шикарную бархатную серединку. Некоторые ботаники относят и эхинацею к рудбекиям. Правда, это достаточно спорный вопрос. Эхинацея не так агрессивна, но тоже в посадке будет хороша. Но не расслабляйтесь, рудбекия это супер агрессор. Помимо активной поросли, она дает и самосев. На культурную землю лучше не пускайте. А третьим выстрелом нашей артиллерии будет астро многолетняя, или так называемый морозец. Я еще слышала название сентябринка, октябринка, так как этот цветочек ратует до самых заморозков. Морозец многие путают с ромашкой, так как внешне они очень похожи. Цветок в основном розового, синего, белого, фиолетового цвета. Цветочки даже при заморозках не утрачивают своей декоративности. Растение из разряда раз посадил и забыл. Не раз наблюдала, как астро многолетняя подавляла даже самые такие жирные формы пырья. Годика и так через три образуя плотные куртины. Секрет привлекательности многолетника кроется в количестве цветков. На одной ветке распускается огромное множество аккуратных, маленьких фиолетовых, голубых, розовых солнышек. От одного до пяти сантиметров поперечники. Когда под цветущим нарядом теряется листва, куст становится похожим на большой подарочный букет, сохраняющий очень долго свою декоративность. Бутоны способны оттаивать даже после понижения температуры до минус пяти градусов. И продолжают красоваться дальше. Есть компактные кустики высотой всего до 30 сантиметров. А есть огромные полукустарники почти два метра в высоту. Эта астра очень активно и вытеснит любые сорняки. Вот так я предлагаю вам облагородить заросшие сорняками участки, вытеснив их красивыми, но в то же время очень неприхотливыми и достаточно агрессивными цветами. Продолжение следует...